Здравствуйте! В эфире программа «Деловая неделя». Здесь мы подводим итоги минувшей пятидневки, обсуждаем основные события политики, экономики и бизнеса региона и города. Сегодня в программе. Одни говорят удобно, другие небезопасно. В России изменились требования к средствам индивидуальной мобильности. Как ездить правильно и за что можно получить штраф? В апреле вступили в силу изменения, которые касаются начисления жилищных субсидий. Кто может на них рассчитывать? Кэшбэка не будет, но туры по России все равно остаются у туристов одними из самых востребованных. Куда собираются магнитогорцы этим летом? На этой неделе губернатор Алексей Текслер провел областное совещание с членами Южноуральского правительства и главами муниципалитетов, сообщает пресс-служба губернатора. На совещании обсудили ряд тем. В частности, из-за участившихся случаях гибели людей на водоемах главам поручено усилить работу по профилактике. Провести анализ, организовать дополнительные рейды сотрудников МЧС, более активно привлекать полицию, дружинников и добровольцев, размещать аншлаги с предупреждением. Организуйте дополнительные рейды МЧС, полиции, дружинников привлекайте. Просто людей, которые за шиворот будут брать, если не понимают. Аншлаги – это хорошо, так сказать, но аншлагов мало. Кроме того, сегодня продолжается подготовка к посевной кампании. В самые короткие сроки доведена поддержка до аграриев. До 1 июня ее объем, включая все направления, составит 1 миллиард рублей. В планах собрать порядка 2 миллионов тонн зерна. Губернатор поставил задачу главам муниципалитетов оказать всестороннюю поддержку аграриям в период посевной кампании. Продовольствие и безопасность – основа основ. Нас реально никто взять не может, только потому, что мы сами себя кормим. Помните в советское время, в конце, в 60-е, 70-е, 80-е годы на Западе покупали зерно? Сейчас мы продаем зерно. Ну и не только, конечно, зерно. Это важнейший вопрос, которым надо заниматься. Вовлекать земли в оборот. Также в связи с пожароопасным периодом Алексей Текстер потребовал от глав незамедлительно завершить практическое исполнение противопожарных мероприятий. Если ситуация с пожарами будет осложняться, то власти могут пойти на досрочное завершение охотничьего сезона. На этот момент уже зарегистрировано почти 650 ландшафтных пожаров на площади 850 гектаров и 83 лесных пожара на площади 730 гектаров. Это очень большие цифры, сказал губернатор. Китайский производитель холодильников планирует построить завод в Челябинской области. Об этом стало известно во время визита делегации Челябинской области в Китай. Как сообщает пресс-служба губернатора, Алексей Текстер провел переговоры с руководством китайской компании «Аукма Кулимитед». Южноуральская делегация ознакомилась с производственными мощностями концерна по производству холодильного оборудования. Компания «Аукма» входит в крупнейший южноазиатский концерн, который производит полный спектр холодильного оборудования. Одним из перспективных направлений сотрудничества Челябинской области и провинции Шаньдунь в лице компании «Аукма» может стать организация поставок холодильного оборудования и, возможно, локализация производства в нашем регионе. Челябинская область – ведущий промышленный регион в стране с развитыми производительными силами в области металлургии, машиностроения и сельского хозяйства. Губернатор добавил, что китайские производители могут занять нишу на рынке холодильного оборудования в России, заменив ушедших с нашего рынка производителей. А локализация производства именно в Челябинской области откроет компании выход на рынок не только России, но и стран Центральной и Средней Азии. Алексей Тектор пригласил делегацию «Аукма» посетить регион, чтобы оценить все возможности по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества. К другим темам. Более тысячи электросамокатов на прокат. Они заполонили буквально весь Магнитогорск. Мнение горожан разделилось. Одни говорят удобно, другие небезопасно для остальных участников дорожного движения. Напомню, с этого года в России изменились требования к средствам индивидуальной мобильности. Как ездить правильно и за что можно получить штраф? Кирилл Баканов ездит на своем самокате уже не первый сезон. Говорит, добраться на нем может практически в любую точку города. К тому же такая поездка – одно удовольствие. С душной маршруткой не сравнить. Считает, главное – соблюдать правила и уважать остальных участников дорожного движения. Из-за компактности города здесь на нем очень удобно. То есть, например, отсюда до вокзала, ну сколько? Километров 12. Хватит туда и обратно на нем доехать. При этом ты не тратишь каких-то сил, физических усилий не прилагаешь, чтобы доехать, например, до работы, чтобы не быть там взмокшим, потным. Скорость у меня небольшая – километров 18-20. Это я еду по тротуару, по пешеходному, естественно. Это когда нет людей. Если появляется вдруг в зоне видимости человек, то, естественно, я сбавляю скорость. Сейчас аккуратно между ними лавирую и проезжаю и перехожу обратно на эту крейсерскую скорость. Но, к сожалению, не все самокатчики вежливы на дорогах. Между тем, в Магнитогорске число любителей прокатиться на электросамокате растет, как на дрожжах. Еще бы, ведь двухколесный транспорт сегодня можно взять на прокат буквально на каждом углу. Что уже приносит неудобства остальным горожанам. Многие жалуются, что самокаты выставляют, а потом бросают где попало. Ими перекрывают пешеходные дорожки, что порой мешает пройти. А главная культура – вождение подобных средств индивидуальной мобильности в Магнитогорске оставляет желать лучшего. Сезон еще толком не успел начаться, как уже произошло ДТП с участием электросамоката. Около семейного парка на пешеходном переходе пьяный 17-летний самокатчик сбил мужчину и его дочь. Вот недавно девочку здесь сшиблись мужчины. Вы видели? Да, мы обратно шли. Здесь скорая стояла. И эта стояла машина скорой помощи. И ПДСники стояли, подходили, самокаты все смотрели. Самокаты вообще опасны на них. Потому что с детьми здесь гуляют и маленькие дети, и это пожилые люди все. И едут вообще без разбора. Летят как сумасшедшие. Причем на этих самокатах стоит ограничение по возрасту 18+. Но проверить, кто берет самокат, организация, которая их выдает, не может. Двухколесный транспорт арендует через мобильное приложение. По сути, его может взять любой школьник, оплатить онлайн и поехать. Также невозможно проверить, трезв ли человек, который берет транспорт на прокат. Таким образом, ответственность за самокатчиков и других любителей средств индивидуальной мобильности легла на ГИБДД. Инспекторы обязаны проводить рейды, выяснять возраст водителя, может ли он находиться на данной категории дорог, а также проводить с ними профилактическую разъяснительную работу. Сегодня прокатом самокатов в Магнитогорске занимаются две крупные московские компании, которые работают по всей стране. С представителем одной из компаний встретились инспекторы ГИБДД. Знаете, что поступают жалобы от граждан, поступают факты. Сотрудники ГИБДД регистрируют даже дорожно-транспортные происшествия с участием лиц, которые передвигаются на электросамокатах. Они сбивают пешеходов и причиняют травмы. Здесь, смотрите, могу сразу сказать, что не только мы работаем в городе Магнитогорске, есть еще наши партнеры, скажем так, в компании. То есть здесь несколько организаций, да? Да, вот. Это первый момент. Второй момент. Если есть прецеденты, мы, безусловно, готовы отреагировать на них. Сегодня, согласно законодательству, в правилах дорожного движения окончательно закрепили термин средства индивидуальной мобильности. Так называется все то, что не давало покоя ни автомобилистам, ни пешеходам последние несколько лет. Это электросамокаты, сигвеи, гироскутеры, моноколесы и так далее. Прежде эти транспортные средства, собственно, транспортными средствами не считались и под нормы ПДД не попадали. Если по вине, скажем, самокатчика случался какой-то инцидент, непонятно даже было, как этого самокатчика классифицировать и как судить, как водителя или как пешехода. Новая редакция ПДД окончательно поставила в этом наболевшем вопросе точку. Прежде всего, до 25 км в час ограничивается предельная скорость. При этом компании, предоставляющие услуги по аренде электросамокатов, уже заявили, что это будет делаться либо на программном, либо вовсе на аппаратном уровне, чтобы у пользователя не осталось никакой возможности повлиять на настройки. Кроме того, новые правила предписывают, что на всех участках совместного движения пешеходы будут иметь приоритет. А значит, лихо проехаться по тротуару, распугивая народ, у самокатчиков уже не получится. В случае нарушения правил дорожного движения лицами, передвигающимися на электросамокатах и иных аналогичных транспортных средствах, предусмотрена административная ответственность, предусмотрен штраф в размере 800 рублей. Если это совершено в состоянии опьянения, то штраф до 1500 рублей. В случае причинения вреда здоровью пешеходам, лицами, передвигающимися на средствах индивидуальной мобильности, оформляется дорожно-транспортное происшествие и в дальнейшем по установлению степени тяжести вреда здоровью водитель данного транспортного средства привлекается к административной ответственности. Но, как выяснилось, фактом ДТП считаются далеко не все происшествия с участником средств индивидуальной мобильности. Например, если электросамокат налетел на пешехода в парке. Но, несмотря на то, что это произошло не на проезжей части, полицию также нужно вызвать. Сотрудники полиции опишут, составят протоколы, опишут все обстоятельства. И в дальнейшем сумму материального ущерба или морального вреда также можно будет требовать с виновника этого происшествия. Либо в добровольном порядке он оплатит, либо в судебном порядке требует взыскания такого ущерба или морального вреда. В целом, пересесть на электрический двухколесный транспорт, заменить им автомобильные поездки по городу – идея неплохая. Но над ее воплощением еще стоит поработать. Так, например, в некоторых российских городах на уровне местных администраций запретили парковку средств индивидуальной мобильности на островках безопасности, а также вблизи остановок и станций метро. А в Петербурге скоро появятся так называемые «мертвые зоны», где покатушки на средствах индивидуальной мобильности запретят в принципе. Не исключено, что уже в ближайшее время подобные меры необходимо будет принимать и властям Магнитогорска. В апреле вступили в силу изменения, которые касаются начислений жилищных субсидий. На них может рассчитывать семья или одинокий гражданин, который платит за коммунальные услуги более 22% от общего дохода. Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев. После необходимо вновь подать заявление. Для одиноких проживающих пенсионеров и семей, состоящих только из пенсионеров, назначение субсидий на следующий период производится автоматически. Кроме пенсии и официальной заработной платы, в доход также входят алименты, стипендии, пособия на детей, материальные помощи и другие доходы. А с апреля 2023 года в законодательство внесены изменения. Согласно новому порядку, с апреля 2023 года доход семьи для предоставления жилищной субсидии определяется за 6 календарных месяцев, предшествующих месяцу перед месяцем подачи заявления о предоставлении жилищной субсидии. Например, если вы подаете заявление в апреле 2023 года, то расчетным периодом будет являться период с 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года включительно. Чтобы получить субсидию, доход у одиноких пенсионеров, проживающих в многоквартирных домах, должен составлять не более 29 тысяч рублей. В частном доме не более 21 тысячи рублей. Пара пенсионеров могут претендовать на субсидию с доходом до 43 тысяч рублей, а в частном доме — до 30 тысяч. Подать заявление на жилищную субсидию можно через портал госуслуг либо обратиться в МФЦ. С начала года было принято уже порядка 1700 обращений. Средняя сумма субсидий в летний период составляет 1800 рублей, а в зимний — 2500. Сегодня на учете в Управлении соцзащиты состоят более 16 тысяч человек. По вопросам назначения можно обращаться по номерам, указанным на экране. В мае начнется рекультивация магнитогорской свалки. Этим займется компания «Русатом Гринвей», входящая в госкорпорацию «Росатом». Ликвидацию полигона проведут в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии Челябинской области. Работы будут финансироваться в основном из федерального бюджета. Ликвидация мусорного полигона запланирована на два года. Сначала происходит формирование геометрически правильного тела свалки. Изоляция тела инертным и геосинтетическими материалами. Далее монтаж системы сбора и отвода фильтрата биогаза. На завершающем биологическом этапе посев трав. Напомню, магнитогорская свалка была открыта в 1957 году. Полигон накопил более 5 миллионов кубических метров отходов. В прошлом году левобережную свалку закрыли. Ее рекультивация приведет к сокращению загрязнения воздуха в городе на 6%. В Минэкологии Челябинской области ранее заявляли, что должно пройти как минимум 10-15 лет, чтобы объект перестал оказывать негативное воздействие на окружающую среду. Программа туристического кэшбэка на 2023 год не продлена. Напомню, это программа субсидирования поездок по России, принятая правительством, которая давала возможность вернуть часть суммы, потраченной на путешествия по нашей стране. На сегодняшний момент известно, что в правительстве хотят переориентировать туристический кэшбэк на малообеспеченных граждан. Так, для назначения компенсации за поездки планируют применять критерии нуждаемости, которые сейчас используются для выплат семьям с детьми. Между тем, представители туриндустрии Челябинской области прогнозируют пиковые загрузки чартеров в майские праздники. Бонусом к чартерам с апреля авиакомпания Red Wings запускает регулярные авиарейсы из Челябинска в Стамбул по вторникам и субботам. О предстоящем туристическом сезоне мы поговорим с президентом общественной организации по туризму «Профитур» Натальей Макаровой. Наталья Николаевна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, бронирование по-прежнему популярно? Люди покупают туры заранее вот сегодня? Бронируют. Почему? Актуально. Кто бронировал, тот и бронирует. В принципе, популярность остается. А если туристы купили тур зимой в Турцию из Магнитогорска, а весной стало известно, что аэропорт закрывают, получится ли поменять тур? Кто будет организовывать трансфер до ближайших аэропортов? Ну, во-первых, будут переносы рейсов из Челябинска или из Уфы с учетом мнения туриста. Это первое. Ну, второе. Будет организовываться трансфер, за который нужно будет дополнительно доплачивать. Ну, мы на борьбе всегда предупреждаем. Если из Магнитогорска бронируют, то всегда или не за комплектности, или из-за каких-то форс-мажорных обстоятельств всегда будет перенос, чтобы туристы были предупреждены. А сегодня куда можно полететь? Какие страны доступны? Ну, страны доступны – это Египет, Тунис, Турция, Таиланд, Эмираты, Кипр. Кипр, возможно, будет. Ну, дело в том, что там, где с визами связаны, вот европейские страны, конечно, они не популярны, не востребованы. И там, как бы сказать, много проблем по оформлению виз. Только в частном порядке, если. А так вот чартеры, чтобы организованы, или автобусные туры, как прежде, очень сокращено, практически отсутствуют. Ну, в Америку, я думаю, никто не пожелает поехать самостоятельно, если только кто-то в гости или деловая поездка. Доминикана. Ну, в связи с этой обстановкой, конечно, будут побаиваться в тот регион ездить. Все стараются как-то поближе здесь, недалеко улететь и быстрее вернуться домой отдохнувшими. Я всегда говорю, если цена устраивает на тот момент, когда человек поинтересовался, то нужно сразу бронировать. Самые дешевые сейчас, я думаю, они вообще везде отсутствуют, потому что это надо выбирать. Я думаю, только Черноморское побережье Кавказа или вот Абхазии самые дешевые. Там можно эконом-классы, найти отели и с полупансионным, и с полным пансионом. За границей говорить о дешевизне я бы не стала. Ну, если на неделю, допустим, раннее бронирование, то в Турцию можно рассматривать. Но кто на неделю полетит, тем более на базе завтраков, это так, как уикенд, кто-то захочет себя организовать. Но это не на общую широкую аудиторию. А юг России сейчас бронируется активно? Крым бронирует, юг России бронирует, Черноморское побережье Кавказа, Абхазия, Сочи, Анапа, Геленджик. Смотрят, как пройдут майские праздники, а потом уже будут бронировать. Нет такого, чтобы намного заблаговременнее, как прежде. Как-то стараются повременить. Или цены ждут, или какие-то свои планы у них. Пока нет такого. Немножечко что-то сломалось в понимании планирования отдыха заблаговременно. Вот так я скажу. После пандемии. Из направлений внутри России назовите ваш личный топ. Куда бы вы посоветовали поехать? Я вообще считаю, что лучше России нет. Во всем мире интереснее региона. Потому что у нас здесь настолько все широко, масштабно, интересно, исторически интересно. И архитектурно, и столько много познать можно. И совершенно география, как бы сказать, разная. И климатические условия. Поэтому у России здесь нет сравнения ни с какой другой страной. Традиционно и сейчас комфортабельнее делают направление. Это Золотое кольцо России. Санкт-Петербург, Москва, экскурсионная, Белоруссия. Очень много разных вариантов. Ну и Южный Урал, естественно. Для любителей, для редких, кто желает поехать в что-то экзотическое, это Байкал, Камчатка. Ну и другие. Смотря какой отдых. Я еще приоритетным считаю речные круизы. Потому что речные круизы это из Уфы, из Перми, из Москвы, из Санкт-Петербурга. Очень много вариантов. Это реанимированное направление. И очень востребовано. Ранее было, я думаю, что сейчас тоже будет очень интересно. И семьями, и коллективами, и просто в одиночку можно путешествовать. Это очень интересный отдых. Я бы хотела особо обратить внимание, что Челябинская область в плане туристического бизнеса развивается. Потому что у нас очень много интересных маршрутов. И более того, правительство Челябинской области подписало соглашение с РТС о развитии внутреннего туризма. И многие приоритетные направления будут развиваться, будут вкладываться в большие денежные средства, будут совершенствоваться. И Челябинская область является очень интересным объектом для посещения наших соотечественников, ну и иностранцев в том числе. Спасибо. Мы говорили с Натальей Макаровой, президентом общественной организации по туризму «Профитур». Это была программа «Делова неделя». До встречи на телеканале ТВИН. До встречи на канале ТВИН.